Здравствуйте, дорогие наши участники вебинара. Меня зовут Доронкин Валерий Константинович. Я сотрудник Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви руковожу Координационным Центром по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости. Моя работа заключается в том, чтобы у нас в Церкви, в нашей Православной Церкви было как можно больше программ помощи людям, имеющим алкогольную зависимость, и как можно больше программ профилактических по профилактике алкоголизма. Одно из направлений таких основных моей работы это развитие приходской системы помощи и поддержки в виде школ трезвости, общества трезвости, но также есть еще различные у нас профилактические проекты. Об этом мы поговорим сегодня в течение вебинара. Ну, давайте начнем. Можно сказать, что с 2009 года в Русской Православной Церкви начинается такой новый, совершенно новый этап активной работы по противодействию алкоголизму, и первым таким вот действием в данном направлении, которое было совершено Святейшим Патриархом Кириллом и Священным Синодом, это создание Церковно-Общественного Совета по защите от алкогольной угрозы. Под руководством ныне епископа Псковского Тихона Шевкунова этот проект сыграл важную роль в современной нашей истории России в плане преодоления алкоголизма. То есть проект Общее дело, который был запущен Церковно-Общественным Советом, он преодолел некий заговор молчания в средствах массовой информации и впервые в новейшей истории России с широких экранов начали говорить активно о проблеме алкоголизации, о смертности и так далее. И в 2009 году вот это произошло и даже были по первому каналу показаны с участием тогда Архимандрида Тихона, ныне епископа Тихона Шевкунова, передача много людей активных, искренних очень приняло в этом участие. И настолько этот проект активно начал развиваться, что началось снижаться потребление алкоголя в России буквально в тот год, буквально в те месяцы, когда начал идти этот проект. И под давлением неких сил Первый канал даже прекратил трансляцию этого проекта, общее дело у себя, ну потому что видимо какое-то давление было связано со снижением продаж и потребления алкоголя. Ну там небольшие какие-то там, какой-то процент, но это противоречило как бы некой динамике того времени экономической и видимо кому-то это мешало. Но процессы уже были запущены и многие люди к этому подключились, в частности к этому подключилась общественная палата Российской Федерации, в которой трудились и наши православные общественники-активисты. И был подготовлен документ, который можно назвать такой национальным докладом по алкоголю, он немножко по-другому назывался, но вот этот документ 2009 года, который был опубликован вообще с общественной палатой, представлен правительство, представлен депутатом Государственной Думы, в администрацию президента и в этом докладе, опять же несколько раз я уже говорил впервые в новейшей истории, было вот проанализирована ситуация с алкоголем, с потреблением, заболеваемостью, засмертностью, с последствиями и из этого документа становится очевидно, что алкоголь вносит огромный вклад в сверхсмертность, такое понятие сверхсмертность это когда очень много людей умирает по предотвратимым причинам, то с чем можно что-то делать, с чем можно бороться и улучшать ситуацию, что очень много людей гибнет, страдает и есть проблема очень большая с потреблением алкоголя на стране и вот можно отследить даже определенную хронологию, в начале 2009 года создается церковно-общественный совет, по защите от алкогольной угрозы начинается проект общее дело, потом появляется национальный доклад по алкоголю общественной палаты, а осенью принимается государственная концепция по защите от алкогольной угрозы, вот это как бы звенья такой одной цепи, которые, действия в которых принимала участие Русская Православная Церковь в плане вот такой поддержки, в плане такой моральной, такого вдохновения и призыва, за это надо отдать должное и большое спасибо сказать владыке Тихону Шевпанову и тем людям, которые в этих процессах участвовали. Вот, что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы имеем изменение законодательства, изменилось правило торговли алкоголя и вследствие чего изменилось его потребление и реально снизилась смертность, снижается заболеваемость алкогольная, но что тут нужно сказать? Нужно сказать, что все стало хорошо. Обычно я говорю так, что если раньше был кошмар, кошмар и ужас, то сейчас просто кошмар. Вот, то есть, если раньше употребляли 18 литров там на душу населения в год, а сегодня говорят, что там 10-12, там чуть ли не в два раза снижение, не означает, что ситуация исправилась таким образом, что можно ничего уже не делать и все хорошо. Дело в том, что все равно потребление алкоголя остается превышающим пределы, вот есть некая такая научная оценка, там 8 литров в год на душу населения, если она превышается, то генетические там последствия, там вымирания этноса, они необратимы. То есть, у нас были очень необратимы, очень-очень необратимы последствия, сейчас у нас просто очень необратимы последствия. То есть, все равно сегодня все равно все очень плохо. Но сделано, опять же, все же многое, и мы сегодня поговорим о том, что делает русская православная церковь, что делала, что делает и что мы с вами можем делать и дальше. На чем мы можем с вами, на что особо обратить внимание. То есть, с 2009 года, что было сделано внутри, не только в общественном поле, но и в самой церкви. Была, во-первых, принята концепция русской православной церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма. Несколько слов сегодня мы об этом скажем. При синодальном отделе по церковной благотворительности был создан Координационный центр по утверждению трезвости, которым я руковожу, и начали действовать различные проекты, в том числе и в интернете, профилактические, информационные, различные. С 2015-го и 2016-го годов вводится институт епархиальных координаторов по реализации концепции по утверждению трезвости. Более чем в половине епархии на сегодня есть такие координаторы. В епархии, в которых координаторов таких нет отдельных по реализации данной концепции, данная деятельность возложена на руководителей социальных отделов епархии. Издается методическая литература, и то, о чем мы отдельно еще сегодня поговорим, по инициативе русской православной церкви набирает серьезные масштабы. Празднование 11 сентября, как Дня трезвости, в день удовлетворения главы Иоанна Претичи. Что конкретно по прошлому году мы можем сказать? Что в деятельность по популяризации трезвого образа жизни, по противодействию алкоголизму вовлечено, в той или иной степени участвует более тысячи священнослужителей. Более 500, почти 600 проектов по реабилитации и профилактике алкоголизма, это начиная от согласия трезвости, где люди просто молятся перед иконой неубиваемой чаши, до реабилитационных центров и каких-то других инициатив. Много сейчас создано обществ трезвости, курсов, школ трезвости. Несколько тысяч человек в год дают обеты трезвости, это те люди, которые приходят в православное общество трезвости. Ну, где-то половина это родственники зависимых для того, чтобы поддержать своих зависимых, близких, а половина где-то это сами зависимые люди. Десятки тысяч людей участвуют в мероприятиях, организованных в православных церквях и епархиях, это прежде всего 11 сентября, это профилактические мероприятия, направленные на отказ от употребления алкоголя, на трезвый образ жизни. И более 7 тысяч человек участвуют в той или иной степени регулярно в деятельности вот таких вот православных групп, проектов, общин, согласий, общественной трезвости. Ну, много это или мало? Ну, для нас, для людей, которые участвуют непосредственно в этой работе, это много, потому что к этому, ну, трудно было прийти, и в 2010 году, когда эта деятельность начиналась на, так, в таком, во время и масштабном формате при нашем синодальном отделе, в 2010 году было порядка 20 проектов и инициатив, это были там общество, трезвости, революционные центры, 20, да, сегодня более 500, почти 600, то есть в десятки раз увеличилась вот эта работа, это казалось бы много. С другой стороны, если мы посмотрим, что было в России до, там, семнадцатого года, это, по-моему, данные на четырнадцатый год, в Российской империи было около двух тысяч обществ трезвости православных, членами этих обществ было порядка полумиллиона граждан, вот, сегодня там более семи тысяч, а вот до семнадцатого года более пятисот тысяч, и где-то полтора миллиона граждан Российской империи дали обет трезвости на тот момент, то есть отказались от употребления алкоголя совсем, то есть цифры вот сегодня, к сожалению, ну, несопоставимые, но, как говорится, нам есть к чему стремиться, и нет предела совершенству. Если говорить о самом документе, который регламентирует эту работу в широком формате, если вы планируете заниматься вот практической работой, если вам нужна будет поддержка священнослужителя, вашего епохиального архиерея, вам обязательно нужно изучить вот данную концепцию по Русской Православной Церкви по утверждению тездию профилактики алкоголизма, и ей руководствуются вот в этой работе. Она, там, несколько страничек всего, и она в широком таком формате, таким крупными там мазками, штрихами закладывает рамки, определяет рамки этой работы, рамки и направления, и указывает на определенные какие-то формы. Для тех людей, кто работал над этой концепцией, вот, ваш покорный слога тоже такой имел возможность и честь работать над созданием этого документа, для нас было много открытий во время подготовки. Например, мы для себя узнавали, открывали по новой ту роль, которая церковь вообще играла в отношении к трезвости на Руси, в России, в отношении к употреблению к употреблению алкоголя. И мы для себя открыли такие вещи, которые до того даже не знали. Например, я с удивлением узнал, что известный православный святой Василий Великий, например, был трезвенником, не употреблял алкоголь, потому что вот имел откровение от позже матери, которая ему сказала, что для такого попечения о нем она просит его не пить ничего хмельного больше. Вот. Или преподобный Сергей Радонежский. С преподобного Сергея Радонежского начинается такая широкая традиция православного трезвенного монашества, хотя в то время образ аскетики, образ аскетической жизни монахов русских, он, наверное, и не предполагал употребление алкоголя. Вот. Но в уставах монастырей, на которые опирались русские монахи, это греческие, там, восточные уставы, в них было дозволение на употребление вина, а преподобный Сергий первым вносит в устав своего монастыря главу о непитии пьянственного питья. И, по сути, устанавливает такой вот фактически запрет на употребление алкоголя в монастыре, понимая отличие, допустим, отношения к употреблению на Руси и употреблению там на Востоке. После Сергея Радонежского его ученики, которые по всей Руси устраивали монастыри, фактически вносят такую же главу в уставы своих монастырей. И только к моменту Никоновской реформы, когда опять захотели исправить тексты богослужебных документов, уставов, приблизить их к греческим первоисточникам, эта глава пропадает из уставов монастырей, к большому сожалению, на мой взгляд, но ввел свой устав. Такая глава была, такое отношение к алкоголю было у Иосифа Володского и у многих других наших православных монахов-подвижников. Это как бы, мы сейчас говорим о концепции Русско-Православной Церкви, но в самой концепции это не всегда можно эту информацию как бы получить, но мы ее раскрываем в других источниках методических. Дальше, помимо вот раздела по отношению к Церкви к трезвости и пьянству, вот там цитируется, ну в самой концепции есть много таких вот базовых отношений, базовых представлений по отношению к алкоголю и призыв камерянам и священнослужителям подавать пример трезвого образа жизни и даже отдельно выделяется предложение к тем людям, которые участвуют в противодействии алкоголизму, вообще отказываются от употребления алкоголя. И такое средство как обед трезвости упоминается в разделе отношений к церкви к трезвости и пьянству, цитируется, вернее указывается ссылка на известное послание к римлянам 14.21, в котором апостол Павла, апостол Павел говорит о следующей проблеме по отношению к ближнему. Если брат мой притыкается или вздемогает, не буду есть мясо и пить вина для того, чтобы не ускушать своего брата. То есть апостол Павел призывает тех людей, которые видят возле себя страдания, связанные с чем-то, с алкоголем, например, предлагают отказываться ради примера для ближнего, для удаления соблазна от употребления алкоголя. Совсем. И вот наши православные трезвенники многие, они как видят для себя в этом такой вот духовный призыв и духовную основу. Об этом достаточно много в этой концепции говорится. Ну, по крайней мере, в таком называнном порядке, вот эти вот формы и в формах и методах обетная практика присутствует. Сама деятельность, она на общецерковном уровне ведется нашим синодальным отделом по церковной благотворительности. В епархиях сегодня появились координаторы по реализации концепции или руководители социальных отделов этим занимаются. Их задача, об их задачах мы немножко позже поговорим. О руководителях этой деятельности в епархиях. И также в концепции отдельно предлагается сотрудничать со средствами массовой информации и с государственными и общественными организациями. О возможных формах сотрудничества мы тоже сегодня скажем несколько слов. Ну, вышеупомянутый пархиальный координатор, он занимается, он, во-первых, внимательно считает концепцию и смотрит, какие формы работы он может использовать. Для этих координаторов у нас есть много методической литературы, мы можем им предоставить ее в электронном виде, на бумажных носителях. Он занимается созданием фактически системы трезвенного просвещения, работает с государственными и общественными организациями, помогает приходским инициативам развиваться. Вот, и ведет определенную активность, работу с духовенством, и представляет, утверждает план работы на год епархиальному архиерею. Вот, кто-то в чате, в общем, уже спрашивал мой телефон, здесь можно его записать, вот, 8499 921 02 57, добавочный, вот, мой 145 добавочный. Вот, а, здесь вот он сейчас на данном слайде написан, 8499 921 02 57, добавочный 145. Наш координационный центр помогает епархиальным координаторам и всем, как бы, инициативным группам, которые в Ростоправославной церкви этой работой занимаются, методическим обеспечением, и мы также проводим обучающие мероприятия. Выезжаем в епархии и приглашаем вас на наши семинары. Вот, у нас есть несколько проектов, вот, таких, как сайт трезвоинфо.ру, это сайт, которому указываются адреса помощи Русской Православной Церкви. Есть телефон 8 800 775 3626, вот, указан сейчас на слайде, опять же, справочный телефон по адресам, которые есть на сайте трезвоинфо. Есть проект «Трезвый город РФ», проект социальной рекламы, мы сегодня о нем тоже еще скажем. Вот, есть «Аннополитическое братство», есть группы ВКонтакте, в Фейсбуке. ВКонтакте называется страница «Трезвое слово», а на Фейсбуке «Православный портал «Трезвение». Там мы такую информацию постоянно публикуем. Для тех приходов, которые, вот, я сейчас вижу какие-то вопросы, уже появляются у нас, мы выложили, опять же, вот, сейчас на слайде, это обложка научного, какого исследования, научно-практического территории трезвости. Это документ описывает ситуацию в сельской местности. Нас часто спрашивают и священники, и миряне, говорят, вот, в сельской местности все хорошо, ваши группы, общество трезвости, там, революционные центры, но в сельской местности, там, типа, сделать ничего нельзя, люди никуда там не пойдут, и никуда не поедут, и пьют, и как помочь. Вот наши коллеги и друзья, известные российские социологи, они поехали, вот, в российские деревни, в которых люди не пьют, по каким-то, вот, причинам. В которых не продается алкоголь, прежде всего, как индикатор трезвой жизни, и они исследовали, вот, в этом исследовании, которое называется территорией трезвости, ситуацию, как вообще это сложилась ситуация, и сформулировали рекомендации, что нужно делать для того, чтобы поселение, ну, как бы, жило трезво, и чтобы в нем алкоголь даже не продавался. Мы, вот, данное исследование взяли, и к данной презентации оно приложено, его можно скачать, так же, как и некоторые другие, вот, металлические материалы, мы вам их, о них я еще расскажу. Помимо, вот, исследования территории трезвости, мы сделали в помощь тем практикам, которые работают в регионах, разработали комплект методических, таких вот, рекламных буклетов. Вот, вот, так вот они выглядят, красиво, цветные, сейчас на слайде один из них представлен, их четыре, мы можем вам предоставить эти буклеты в электронном виде, вы можете внести туда свои адреса, телефоны, своих проектов епархиальных. Эти буклеты, вот, в Москве распространяются в учреждениях здравоохранения, в комиссиях по делам несовершеннолетних, в образовательных учреждениях, уже несколько, по-моему, даже порядка двадцати тысяч буклетов уже таких мы распространили в Москве. И планируем дальше это делать. Это совместный проект крупной общественной организации московской, общественной многодетных семей и наших вот таких вот государственных и даже нашего вот синодального отдела. Мы этот проект поддержали и в этом проекте рассказывается, в этих буклетах рассказывается о том, где и какая помощь может быть получена, если люди начинают видеть, что у них проблемы с алкоголем. То есть тут есть буклеты и для родственников, и для самих зависимых, и даже для подростков. Вот такой вот оранжевый буклетик. Наша задача была сделать такой буклет, в котором говорить с людьми языком не так, что вот вы алкоголики и вот вам нужно лечиться, да, а поговорить о том, что можно сделать, если вы начинаете видеть какие-то у себя проблемы. То есть это инструмент вторичной профилактики, когда человек не обязательно еще попал в жесткую там алкогольную зависимость, но уже начались явные проблемы для того, чтобы как можно быстрее, как можно быстрее обратиться за помощью. По запросу, по вашему запросу, мы можем вам в электронном виде комплект этих методических материалов прислать, вот этих буклетов. Вы можете там данные своих храмов или ипархиальных структур указать, убрать московские материалы, вставить свои местные. И многие вот государственные структуры, в том числе, с удовольствием такие буклет распространяют, потому что они красивые, они сделаны, ну, с таким научным достаточно контролем государства, одного из ведущих учреждений наркологических Московского научно-практического центра наркологии, и достаточно он эффективен. Вот. Вот Татьяна Горбунова спрашивает, кому запрос оставить. Ну, запрос можно оставить мне, можно прямо во вкладке «Вопросы», например, написать, просим там то-то, то-то из того, что я рассказываю. Вот сегодня методические буклеты или вот эти буклеты или методические материалы, о которых мы сегодня еще поговорим. Существует и анапритическое братство трезвения, которое объединяет таких наших активистов в регионах. Представители этого братства есть, начиная от Калининграда, заканчивая Владивостоком, Сахалином. Мы с нашими вот единомышленниками, православными трезвенниками стараемся регулярно встречаться, общаться и вместе работать, находить какие-то ресурсы для того, чтобы издавать методическую литературу, для того, чтобы поддерживать новые проекты. Есть участники этой деятельности нашего братства в Белоруссии, в Казахстане, Узбекистане и даже Киргизии. Ну вот одно из последних методических руководств, уроки трезвости руководства для воскресных школ, это такой профилактический такой наш проект. Вот к нему прилагается диск с видеоматериалами различными. Это методическое пособие, мы вам приложили, отдельно к нему есть диск, если вам понадобится оно у вас, это пособие, вы его скачаете, сейчас посмотрите, заинтересуете. Мы можем дать ссылку для скачивания дополнительных материалов к этому пособию, она есть, эта ссылка, и можно скачать там видео различные. В этом пособии описывается, как работать с коллективом воскресной школы, с подростками в течение года по профилактике употребления алкоголя и других психоактивных веществ. Это первый такой вот церковный проект, направленный, есть проекты, которые на светскую аудиторию, а этот проект направленный вот именно на воскресные школы. Разработан он в Московской областной епархии, вот один из участников, руководителя этого проекта, известный наш православный трезвенник, автор различных книг о трезвости, это отец Илья Шугаев. Вот, пожалуйста, рекомендуем вам такое методическое пособие. Вот, также у нас было издано в прошлом году, а в следующем году будет переиздано, потому что мы вот небольшой тираж его печатали, по-моему, 500 экземпляров всего у нас, или 1000. Ну, оно уже закончилось, мы его распространяли бесплатно, сейчас один из храмов его взял на себя труды напечатать. Это очень интересное пособие, методическое пособие по подготовке пастырей, и мы расширили сейчас во втором издании для пастырей Мирян, по подготовке к социальному служению в сфере преодоления алкоголизма. Для тех, кто организует практическую работу в данном направлении, в таком широком формате, в епархиальном, в взаимодействии с другими организациями, данное пособие отвечает на много вопросов, и фактических, и исторических, и методических. И если вот вы, допустим, хотите привлечь кого-то из священнослужителей, заинтересовать данной работой, вот это пособие может быть таким вот инструментом. Оно есть здесь в электронном виде первое издание, второе издание в бумажном виде. Ну, конечно, там кому-то подарить и ознакомить человека приятно, когда человек берет книжечку в руки. Опять же, если вам такое методическое пособие нужно, оно может быть выслано, можете его сказать. Опять же, в вопросах пишите, если вам такое методическое пособие для пастырей-мирян нужно. В бумажном виде мы в следующем году его издадим и передадим ваши координаты где-то уже, может быть, даже в январе она уже выйдет. Мы передадим тем, кто будет распространять его, и они вам вашу заявку удовлетворят, его вышлят по почте, ну, каким-то способом. Или наложным платежом, или еще как-то. Ну, это вот наиболее такое на сегодня широкое и описывающее практики различной работы методическое пособие, которое у нас есть. Оно, повторюсь, первое издание здесь приложено в материалах к вебинару. Можете скачивать совершенно, как говорится, спокойно и бесплатно. Следующая книжка очень интересная. Это уже для тех, кто практическую работу ведет. Приходская школа трезвости. Автор Протерея Игорь Бочинин. Эта книжка, она есть у нас в бумажном виде, издана на средства гранта, и у нас она еще есть, и есть ее определенное количество. Ее можно, приехав в социальный отдел, получить бесплатно. Это цикл десяти занятий, которые направлены на то, чтобы замотивировать зависимый человек и его близких на трезвую жизнь. Опять же, эта книжка есть в электронном виде, и можно ее посмотреть. Практическое обучение у нас, проведению этих занятий, проводится, ну, можно пройти обучение в трех регионах. Это Москва, Белгород и Екатеринбург. В Екатеринбурге наиболее, как бы, методически подготовленная команда для обучения, то есть, сам отец Игорь там, три или четыре раз в год проводит обучение практически, на которых участвуют от пятидесяти до ста людей, имеющих зависимости их родственники, и очень интересно приехать, вот, и в течение десяти дней посмотреть, как проходит это обучение, как меняются люди, которые участвуют в этом обучении, что с ними делают, о чем с ними говорят, что им рассказывают, какие они выполняют задания, там, письменные, не только письменные, и отдельно для участников, тех, кто приехал учиться, проводятся еще дополнительные занятия теоретические. Это все у нас проходит в Екатеринбурге. А познакомиться с деятельностью таких вот школ трезвости можно и в других городах, это, такие школы есть и в Тюмени, и в Челябинске, и в Хабаровске, и, по-моему, в Томске. Ну, в нескольких таких вот, у нас, ну, я думаю, что более двух десятков таких школ активных проходит, куда можно приехать, посмотреть. Ну, вот, самые такие регулярные, что ли, и самые такие массовые, это Москва, Белгород и Екатеринбург, где десятки людей участвуют постоянно, и наиболее такая накатанная программа. И вот данное пособие, оно описывает саму методику вот этих десятидневных занятий. Замечательная книга, надеюсь, мы в следующем году ее переиздадим. В бумажном виде, вот бумажный тираж мы уже раздали, к сожалению, «Алкоголик в семье». Она наиболее востребована уже не специалистами, а вот людьми, которые находятся в зависимости. И, прежде всего, их, как бы, семьями. Книга так и называется «Алкоголик в семье. Что могут сделать близкие». Опять же, книга в электронном виде нами представлена. Можете скачивать, смотреть, передавать в зависимом. Ну, я одной из наших коллег, ведущей группы «Трезвости» дала почитать. Она, поскольку уже давно занимается практической работой, сама читать не стала. Я ее так пытал, говорю, ну как, вот тебе понравилось, не понравилось. Она мне такой интересный отзыв дала. «Знаете, говорит, Валерий Константинович, я ее сама не читала, потому что я все знаю, что надо делать, как правильно, как неправильно». Ну, дала людям, вот новеньким, которые приходят на занятия и еще ничего не знают. Вот, говорит, самая главная польза этой книжки – люди перестают задавать дурацкие вопросы. То есть, книга отвечает на большинство таких вопросов, которые люди создают всегда. Так, вот, а что будет, если там то-то, а вот какой метод применить, а как вот его куда отправить, как его лечить и так далее. И книга достаточно широко охватывает различные формы, методики, подходы, ошибки, которые совершают родственники в этих семьях распространенные. В некоторых обществах трезвости эту книжку, вот «Алкоголик в семье, что могут сделать близкие» передают с рук на руки. Вот в одном обществе трезвости мне сказали, что за год 26 человек прочитали эту книжку. Вот, ну, она получилась достаточно, ну, с точки зрения, вот, популярной литературы православной по алкогольной ситуации, она наиболее такая, достаточно простая и доходчивая для обычных людей, не погруженных в проблемы там психологии и так далее. Авторы — это уже упомянутый сегодня отец Илья Шугаев и известный православный психолог, реабилитолог Екатерина Алексеевна Савина, руководительница благотворительного фонда «Зебра». Она, вот, достаточно известна на всей нашей территории России, давно занимается проблемой реабилитации. Вот, и мы, как бы, ее привлекли к работе над этой книгой и всем рекомендуем ее читать. Еще у нас есть несколько проектов, мы вас приглашаем в наши летние лагеря. Мы стараемся, чтобы летом почти по всей территории России люди, которые хотят избавиться от зависимости или научиться работать с зависимостями, могли провести время, там, период отпуска, досуга, пообщаться с единомышленниками и получить заряд такого вдохновения, трезвого общения. И вот, как пример такой площадки, это в Челябинской области у нас есть слет у Вильды. И, допустим, там, до тысячи человек у нас участвовало в разные годы. Теперь у нас появился слет еще в Екатеринбурге. Там, вот, в прошлом году более 500 участников было. Ежегодно проходит теперь в Московской области такой слет летом. Также ежегодно проходит такой слет в Бурятии, в Сибири небольшой слет проходит в... Так, я сейчас вспомню, потом назову. И мы постараемся в этом году еще провести новый слет в Самарской области, в Отрадинской епархии. Вот, для того, чтобы... И мы стараемся, чтобы даты этих мероприятий друг на друга не накладывались, чтобы люди могли, ну, кто-то там в два места съездить. Вот. Имеет такую возможность. Ну, отдельно надо несколько слов сказать об Дне трезвости 11 сентября. В день усекновения главы Иоанна Предтечи с 2014 года возрождено празднование Дня трезвости. Это возможность привлечь и средства массовой информации о рассказе отношения Русской Православной Церкви к воздержанию от алкоголя, к трезвому образу жизни. Это мероприятие из года в год набирает обороты, получил поддержку Министерства здравоохранения. Святейший Патриарх ежегодно направляет свое обращение к Лиру, Мирянам о трезвости. Мы ежегодно проводим пресс-конференцию в информационном агентстве ТАСС, в котором участвуют средства массовой информации. И в этом году, в 2018, инициатива Дня трезвости заинтересовала широко средства массовой информации и тысячи средств массовой информации пишут сообщения. В этом году было почти 6 тысяч сообщений из СМИ. 5825 — это крупнейшие российские издания, небольшие издания, региональные, центральные, радио, телевидение, первый канал, второй канал, газеты «Известия» и многие другие. Публикуют свою информацию о Дне трезвости и, на мой взгляд, вообще 11 сентября один из самых успешных информационных проектов Русской Православной Церкви, который рассказывает о трезвом образе жизни. И он носит такую широкую общественную поддержку и находит позитивный отток средств массовой информации. С точки зрения оценки эффективности, на мой взгляд, это самое эффективное информационное мероприятие. Оно не вызывает критики, а вызывает только заинтересованность и поддержку. Когда Церковь говорит о трезвости, о помощи страждащим, о профилактической работе с молодежью, все поддерживают, никто это не критикует и всем интересно об этом рассказывать. И с точки зрения, опять же, миссионерской, практически все средства массовой информации также начинают рассказывать о самой дате, о событии, об установлении главы Иоанна Претеча, об исторических предпосылках к данному мероприятию. И получается такая даже проповедь. Несколько цифр нас просили, да, вот цифры в слайдах приводить. Мы стараемся оценивать эффективность нашей работы доступными способами. Вот надо сказать, что благодаря 11 сентября в интернете, когда этот праздник установился, 30 тысяч раз употребили слово «трезвость». В 2018 году в сентябре уже 163 тысячи раз употребили слово «трезвость». А если сравнивать, это все связано с 11 сентября. А если сравнивать с другими месяцами, вот мы видим там 13-15 тысяч раз в месяц это слово употребляется. Ну, для нас это вот некий индикатор, что популярность, трезвость растет. И мы с вами это видим, сейчас и государственных инициатив много, и общественных по защите от алкоголизации. Все-таки в 90-е годы ситуация была, ну, в начале 2000-х все-таки гораздо хуже. С точки зрения вот возможности говорить об этом, заниматься этим, возможности преодолевать зависимость было гораздо меньше. Вот на данном слайде приводится письмо Минздрава в поддержку 11 сентября, которое адресовано губернатором, руководителем органов власти в регионах. И данное письмо также рекомендует, вот здесь есть у нас слайды рекламные, которые сотни организаций используют по всей стране. Это нашими православными тоже вот активистами разработаны красивые слайды рекламы трезвого образа жизни. И трезвый образ жизни передается через другие ценности, такие как семья, дружба, труд, общение. И задача вот авторов этого проекта на сайте трезвый город можно заказать эти рекламные буклеты. И мы в электронном носителе вот эту рекламу для городов, улиц, остановок можем вам прислать. Вы можете у себя распечатать и ее развешивать. И этот проект имеет поддержку Министерства здравоохранения. Есть об этом соответствующие письма, может тоже их дать. Ну вот можно договариваться с властями о выделении мест. Вот, ну и обычно к 11 сентября во многих регионах ее используют. Вот так выглядят плакаты этой рекламы. Их несколько десятков разных плакатов разного формата. Это вот самые крупные для больших билбордов, есть для поменьше. Вот, и вот так несколько картинок с улиц городов и парков, где отмечается 11 сентября. Это Калининград и Новосибирск здесь вот представлены. На улицах вывешиваются такие информационные носители, проходят флешмобы, акции. В парках, ну, тысячи людей участвуют. Ну, в Москве вот в этом году больше 30 тысяч человек участвовало в мероприятиях Дня отрезвости. В прошлом году 20 тысяч, в Калининграде, по-моему, около 5 тысяч человек участвуют. В городском сквере при участии там органов власти, Новосибирск, Екатеринбург, другие регионы к этому мероприятию присоединяются. Вот. Ну, также у нас каждый год, хотелось бы сказать, о такой традиции профилактической отказ от употребления алкоголя в Великий пост. Вот Владимир Романович Регойда, руководитель информационного отдела, пишет, что он Великим постом не употребляет алкоголь. Такое, как бы, дает для себя такое, ну, это можно назвать тоже формой обета. Мы даже спрашивали разрешение, как бы эту информацию цитировать. И Владимир Романович Регойда нас таким образом поддерживает. И вообще, это хорошая профилактическая мера. Многие священники ее используют, когда видят, что у прихожан есть проблемы с алкоголем. Ну, может быть, еще не надо, там, прям, подключать медицинскую такую серьезную помощь. Предлагать отказываться от употребления алкоголя, не брать еще обеты, там, на год, там, или на всю жизнь, да, или на сколько-то месяцев. Просто постами предлагается отказываться от алкоголя. У меня один знакомый священник с женщином, своим некоторым прихожанком, говорит, вот там, в такой-то пост не употребляй алкоголь совсем, ни при каких обстоятельствах. И вот даже человек вот в этот период может оценить вообще свое состояние. Как, насколько важен ему алкоголь, насколько его тянет его употреблять, насколько он может этот пост соблюдать. Вот, для многих это становится таким важным профилактическим, таким аскетическим действием, чтобы понаблюдать за собой, за своей психикой, за своей душой. Вот, и мы широко вот рассказываем о таких вот формах. Ну, это, наверное, если коротко и широко, это, наверное, все, что хотелось рассказать в такой информационной составляющей. Основное содержание реабилитационных мероприятий, именно направленных на преодоление, на выход из зависимости, то, что может сделать православная организация, приход или общество трезвости, как создать общество трезвости, оно более подробно изложено в наших методических материалах, которые, вот, приложенных данному нашему вебинару, их уже сейчас можно скачать. Если есть какие-то у вас вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Так, давайте начнем смотреть, что у нас есть. Из вопросов. Володина и Елена Котельники. Валерий Костянтинович, вы привели в пример статистику 17-го года в Российской империи. Прошу вас наглядно представить в виде слайда. Спасибо. Ну, постараемся сделать к следующему вебинару такой слайд. Но, насколько я помню, у нас эта информация в наших методических материалах приводится. По поводу запроса методических материалов, вы можете прямо здесь, во вкладке «Вопросы» написать свои телефоны, написать, какие материалы вам нужны, и прямо сейчас, во время вебинара, и мы там по мере выхода книжек в январе будем с вами связываться. И, может быть, даже в этом году свяжемся, если что-то нужно в электронном виде, можем вам прислать то, что можно будет. Так, ну, отец Дмитрий Коваленко обращается по поводу стажировки в Святом Георгском приходе у настоятеля отца Силуана. Ну, я думаю, что там можно побывать, но этот приход занимается больше помощью наркозависимым, и я думаю, что по телефону Координационного центра по противодействию наркомании можно с ними связаться. Татьяна Благина, город Тюмень. Можно ссылку на книгу «Алкоголик в семье». Спасибо. Ну, она есть, эта книжка в электронном виде здесь у нас в вебинаре. Можно ее скачать. Татьяна Горбунова, Москва. Да, буклеты, книгу можно, ну, для москвичей по почте, не знаю, можно в Москве забрать. Если вы в Москве, можно подъехать и взять буклеты с адресами московских наших форум помощи. Вот, для этого оставьте вот свой телефон. Сейчас здесь вот можно прямо в переписке во вкладке вопросов и ответов. Да, конечно, Ольга Кудашева посолил городку типа Волжский. Конечно, можно в электронном виде книги, которые мы выложили, представлять на сайте, в группе храма. Пожалуйста, общество трезвости распространяйте. «Валерий Гальцев, Владикавказской епархии. Существует двухэтапная реабилитация зависимых. Насколько нужен стационарный этап с выведением респондента из обычной среды?» Ну, это очень простой здесь принцип. В свое время меня с ним познакомил ведущий наш российский нарколог в области реабилитации. Это Тарас Николаевич Дудко. Он сказал, что, с одной стороны, алкоголизм и наркомания – это заболевания неизлечимые с точки зрения последствий, риска срыва и так далее. С другой стороны, нельзя сказать, что человеку нельзя помочь. И можно всегда говорить только о том, что объем помощи, если человек срывается, был недостаточным. То есть, если человек в результате хождения на какие-то занятия с психологом, или со священником, или с реабилитологом, или в какие-то там общества или группы не может бросить, значит, ему нужно там лишь в больницу. Две недели, на месяц, может быть. Если после этого он срывается, значит, ему, может быть, нужно в реабилитационный центр поехать на три месяца, на полгода. Если он после этого срывается, может быть, ему нужно на год или на два поехать в реабилитационный центр. И в этом смысле индикатор только практика, как известные критерии истины. Если человеку недостаточно амбулаторных вот таких форм поддержки и реабилитации, значит, ему нужен стационарный этап. Это вот на вопрос Валерия Гальцева из Луни-Кавказской епархии. Александра Запивалова. Насколько эффективна может быть помощь зависимым без медикаментозного лечения для зависимых людей и последней, предпоследней стадии алкоголизма? Ну, чудеса бывают различные, бывает, люди останавливаются чудесным образом. Но многим нужна медицинская помощь. И такая вот, все-таки у нас есть такая возможность в России эту медицинскую помощь получить. Валентина Ехтенбург, Павел Константинович, подскажите, пожалуйста, есть ли где-то в регионах опыт профилактической революционной работы в наркологических отделениях больниц? Ну, наиболее сейчас у нас методически разработано и серьезно это в Калининградской области. Там на очень высоком уровне эта работа представлена. Есть определенные успехи и в Москве, и в других регионах, и в Белгороде. Но в Санкт-Петербурге есть интересные проекты. Но наиболее так вот системно, на уровне руководств наркологических структур и пархиальных структур, эта работа, на мой взгляд, все-таки сильнее развита в Калининграде. И даже вот, если вам нужно будет, мы вас свяжем с нашими калининградскими коллегами. Валерий Гральцев, Владиха Афгазской партии. Система реабилитации алкоголя и наркозависимых отличается по содержанию. В нашем регионе довольно успешно работают в этой сфере пятидесятники. Можно ли их систему рекомендовать? Ну, интересный вопрос. Сейчас был похожий вопрос в самом начале от в общей вкладке. От Людмилы Тыченко из Кемерово. У нас в Кемерово существуют революционные центры конфессии различных евангелистов-пятьдесятники для алкоголя и наркозависимых. О наших православных не слышно. В этих центрах люди действительно излечиваются, возвращаются к нормальной жизни. У них пасторов обучают душепопечительству в этом отношении и прекрасно работают с людьми в ТЖС, в тяжелой жизни ситуации. Мне кажется, нам этого не хватает. Ну, действительно, различные вот такие протестантские группы, они активно эту работу ведут и достаточно активно ее, ну, достаточно давно ее начали. На сегодняшний момент церковная система тоже православно развивается. Революционных центров около 80, куда можно стационарную помощь получить. И если надо людям бесплатно, можно и бесплатно получить. Для пятидесятников, евангелистов часто, на самом деле, это в первую очередь такой способ привлечения прихожан, в первую очередь, в свои, как бы, структуры. Ну, что ж, если кто-то что-то делает хорошее, мы можем всегда брать пример с тех, кто делает что-то хорошее. И я знаю нескольких наших православных активистов, которые много сделали для развития церковной системы реабилитации. В прошлом эти люди сами были в различных протестантских проектах. В этом нет ничего такого, вот, но, конечно же, по понятным причинам мы активно с такими организациями не сотрудничаем. Потому что не всегда та польза, которую человек получает, она может, как сказать, может быть какой-то и вред от таких организаций. Но, опять же, хороших людей много везде, и среди евангелистов, и пятидесятников можно встретить очень хороших, искренних людей. И, опять же, многие люди в православии переходили из таких организаций, и протрезвев в них в том числе. Я даже помню ситуацию пятнадцатилетней давности, когда практически не было, ну, очень мало было православных центров, и православные священники даже, вот, благословляли людей в протестантские центры идти на реабилитацию, ну, с определенными оговорками, с рекомендациями. Вот, сегодня такой необходимости нет, и есть много православных центров. Так, еще у нас есть вопросы. Вера Лазарева, Тобольская епархия. Сноха и сын пью, трое детей. Куда пойти, как не навредить, детей могут отнять, как быть? Вера, ну, я вам очень сочувствую, и в первую очередь, ну, можно, ну, я вам рекомендую прочитать вот эту книгу «Алкоголик в семье». Вот, там можно подчеркнуть рекомендации, необходимо, конечно, молиться и думать все-таки о детях, прежде всего, все-таки в этой истории, и, возможно, таких ситуаций, когда, может быть, лучше, чем в семье с явной такой вот алкогольной историей, может быть, лучше что-то сделать, чтобы дети в этой семье не находились. Но это всегда индивидуальная очень история. Вот, всегда, конечно, лучше семью сохранить. Ну, и вот, я думаю, что часть рекомендаций можно в книге «Алкоголик в семье», которую мы сегодня предлагаем почерпнуть. На экран телевизора снова возвращается реклама пива, разрешение Госдумы. Какое противодействие этому ведется? Ну, отец Александр Птихомиров из Санкт-Петербурга. Дорогой отец Александр, ну, противодействие ведется на нашей стороне, во-первых, в Министерство здравоохранения. Оно всегда выступает против каких-то пославлений в точке зрения рекламы алкогольных каких-то таких вот изделий. И мы их тоже поддерживаем, выступаем и в прессе, я в том числе, и наши священники. Ну, вот здесь наш сторонник, наш защитник, здесь вот Минздрав, на самом деле, они много делают, чтобы все-таки ситуация не становилась вот хуже, не возвращалась к ситуации 90-х годов. Оксана Волобоева, Кемерова. В каких направлениях можете работать с созависимыми? Мать или жены, они обращаются за помощью в первые, за помощью в первые. Возможно ли включение в эту работу и зависимых в перспективе, или это два отдельных направления? Ну, это в каком-то смысле два отдельных направления, с другой стороны, они не могут сосредоточены быть в одной организации, в одном помещении. Ну, вот техники, которые я сегодня говорил, о них можно почерпнуть, вот, информацию о методах, как можно работать. Ольга Комарова, город Тамбов. Какое сотрудничество в обществе может быть с наркодиспансером? Как оно сотрудничество достигается? Кто с кем должен его заключить? Ольга, ну, это вопрос индивидуальный. Индивидуальный, всегда нужно понимать, что сотрудничество это все-таки взаимодействие с двух сторон, и надо смотреть, что вы можете делать, какие у вас навыки, умения, какой опыт есть, и что вы можете дать наркодиспансеру, и для чего нужно вам такое взаимодействие. Ну, в индивидуальном порядке можем связаться, я постараюсь с вами связаться, мы это обсудим. Веселовская, Вера. Исецкая. Валик Александрович, добрый день. Есть по-разному зависимые люди. Есть те, кто хотят бросить пить, но не могут. Есть те, кто не хотят бросить. Как помочь тем и другим? Вера, ну, на это может уйти несколько лет. В рамках ответа на вопросы я не могу вам помочь. Но я думаю, что вам поможет книга «Алкоголик в семье, что могут сделать близкие». Уже сегодня упомянутая. Веселова, Вера Исецкая. В центрах реабилитации помощь проводится бесплатно. Это вопрос, как бесплатно ли. Ну, дело в том, чтобы чем выше качество помощи в реабилитационном центре, тем дороже обходится его содержание, привлечение специалистов, условия центра. И понятие бесплатного лечения, даже государственного, оно не означает, что никто за него не платит. В государственных больницах платит государство. В церковных организациях платят благотворители. Часто благотворительными выступают родственники, людей, имеющих зависимость. Признак православного центра, для меня один из основных, это то, что центр в мотивации на прием не ставит стоимость реабилитации. То есть, себестоимость в некоторых реабилитационных программах может быть около 40 тысяч рублей в месяц. Или там 30-40. Это самые дорогие православные программы. Есть 5 тысяч, может быть, себестоимость, где нужно только на еду, допустим, деньги. Там есть помещение, и там ребята как-то себя обеспечивают. Сажают огород, там еще что-то делают, там выращивают живность какую-то. И в такие центры, в любые православные центры практически можно попасть бесплатно. Для этого просто нужно сказать, что у вас нет денег, но вы хотите. И в течение какого-то периода чаще всего православные центры могут людей реабилитацию принять. Не всегда у них есть возможность бесплатно людей принимать. Но людей, которые по-настоящему хотят избавиться от зависимости, православный центр примет. Даже если денег нет. Если вам будет такая необходимость, мы можем вам там помочь найти такой центр. Гларица Анатольевна из Ишима. У вас очень развернутый такой сложный вопрос. Вы как бы тут и рассказываете о чем-то, и что-то спрашиваете. Ну вот, о методике нарколога Алексея Шевцова мне, к сожалению, ничего не известно. Если вот я посмотрю, что это за методика с удовольствием. Но что можно сделать? Опять же, я рекомендую посмотреть книгу для родственников, о которой мы сегодня уже говорили. Светлана Никитиновна, здравствуй, посещаем наркодиспансеры с вторичной профилактикой. Там большинство алкоголиков хотят сделать вливку и, наверное, вшивку. Стоит ли отговаривать от этого шага? Ну, вы знаете, подобные подшивки, это последствия материалистического подхода в наркологии. Но в Москве такие подшивки запрещены в московской наркологии официально. Ну, есть такой препарат, налаксон, по-моему, называется, который вводят зависимым. Но вообще, вот такие инициативы нужно согласовывать с руководством медицинского учреждения. То есть, если учреждение, в котором вы работаете, что-то рекомендует, отговаривать больных от такой вот процедуры, ну, неэтично. Это может привести к конфликту. Можно придумывать какие-то другие формы работы. Более подробно, кстати, в книге «Алкоголик в семье. Что могут сделать близкие» вот об этих вот вшивках, кодировках говорится, и там можно об этом узнать. Веселовская, Вера Исецкая, где можно узнать подробную информацию о слетах. Ну, мы их, во-первых, в группах обязательно публикуем, а в ВКонтакте и на Фейсбуке. В ВКонтакте это группа «Трезвое слово», можно подписаться на нее, там много выкладываем разных материалов, информации. вот, ну, так вот, и рассылки по епархиям мы делаем на эту тему. Ирина Андрея, Кужуковский район. Можно несколько плакатов попросить. Ну, мы в электронном виде можем вам их представить, самих плакатов у нас нет. Елена Волшановская, «Зеноград, а как же причастие? Оно же на вине». Хороший вопрос, вот, ну, несколько непонятный. Ну, это такая тема отдельной, отдельной лекции, отдельной беседы. Вот, ну, я думаю, что вот в наших книжках можно посмотреть ситуацию по поводу, ну, алкоголик в семье, посмотрите, там, по-моему, об этом у нас есть. Наталья Ткаченко, Донецк. Скажите, как будет той ситуации, когда человек страдает зависимостью и обязан работать, чтобы кормить семью? Он же не может бросить работу, начать лечиться. Ну, он может погибнуть. Если он не становится, часто семьи становятся заложниками такой ситуации, но часто болезнь, болезнь используют, или больной используют, или там силы тьмы, которые влияют на человека, мы люди верующие, мы понимаем, что зло в той или иной форме, оно влияет на человека и может направлять его, вот, по ложному пути. Вот, часто страх за материальное благополучие приводит к тому, что жены, занимая эгоистичную позицию, переживая, там, вот, за благосостояние, потворствуют пьянству и не направляют человека лечиться. У меня один знакомый погиб только потому, что у него был крупный бизнес, жена его, как бы, не хотела сама этим бизнесом заниматься, но у нее и сил не было на это, вот, денег было много, вот, но она не занималась, вот, его мотивированием на лечении, он просто погиб от пьянства, вот, и это очень тяжелая история, и вам надо принять на себя ответственность за эти последствия. Если, есть риск, конечно, что человек будет лечиться и потерять работу, и вы будете влачить, ну, жалкое существование, вам будет трудно, плохо и так далее, но что он для вас чаша весов? Смерть, впадание в человека, разрушение его личности, его здоровье, и смерть важнее, чем потерпеть какую-то нужду, но если так, просто честно себе скажите, да, вот, ну, он может умереть, да, ну, вот, пока у нас, вот, будет с деньгами все в порядке, ну, ну, ничего, ну, если вы берете в себя такую ответственность, ну, честно признайтесь перед Богом, что вы так живете, вот, я считаю, что это очень плохо, такой подход, что нужно рисковать ради близкого, надо жертвовать, и даже каким-то материальным благополучием, вот, иначе, может, человек погибнет. Елена Волшановская, Зеленоград, что за форма 12 шагов, используется ли она у нас? Ну, вот в книге «Алкоголик в семье» есть ответы на эти вопросы, в том числе. Юлия Тавстаев, Волгограда, вопрос по неждевенческому отношению человека, прекратившему пить. Ну, Юлия, я вам предлагаю найти в Волгограде православных или светских специалистов по работе с зависимыми, и с ними проконсультироваться, потому что каждая ситуация индивидуальна, но то, что человек сегодня не употребляет, не сорвался, это, к сожалению, не значит, что этого не продает в будущем. И самое важное, все-таки, помочь ему найти систему поддержки. Это может быть православная группа трезвости, либо группа поддержки светская, регулярная, какой-то специалист, который может регулярно ему помогать. И прежде чем человеку отказывать в помощи, нужно убедиться, что он знает места, где ему могут помочь в регулярной поддержке, в преодолении зависимости. Если вы видите, что человек вам навстречу не идет, что он не хочет ходить куда-то к каким-то специалистам, что вы для него нашли возможность какой-то реабилитации, еще что-то, и он хочет жить какой-то своей жизнью, мы не можем запретить. Если вы видите, что ваша помощь уже социальная ему не помогает, он ничего не делает, жизнь не меняется, идет во вред, может быть и правильно от нее отказаться. Но все-таки надо заручиться таким вот помощью на месте, может быть в наркологии с каким-то специалистом поговорить, с психологом или с консультантом, в реабилитационном центре какому-то заручиться, такой поддержкой специалистов. Спасибо. Евгений Нагорнов. Олег Александрович, что для вас лично означает трезвение? Хочу рекомендовать книжку, нашу методическое пособие подготовки пастырей, там достаточно широко мы с нашими единомышленниками рассматриваем понятие трезвости, трезвения. Это и духовное делание, аскетическое, это в широком самом смысле это достижение трезвости, опять же трезвости в широком смысле, трезвость в широком смысле это свобода от пороков, приводящих к болезням души и тела, или свобода выбора между добром и злом. То есть человек, который сохраняет эту свободу, он как бы живет в трезвении. Это если очень широко, это не совсем распространенное определение, мы в результате таких долгих дискуссий к ним пришли, через трезвость, через определение трезвости, то есть в широком смысле, в таком богословском, философском, еще раз повторюсь, трезвость это состояние свободы от пороков, приводящих к болезни души и тела, или реализация богом дарованной свободы выбора между добром и злом. Человек если может выбор этот делать, то есть он в некой трезвости духовной находится. И в этом смысле все люди, живущие в нашем мире, не совсем трезвые в духовном смысле, потому что абсолютная трезвость это все-таки святость, которой все мы призваны. трезвение, это путь достижения этой трезвости. Ну вот так бы я ответил. Спасибо, очень хороший вопрос, Евгений. Вегли Евгений Миас, вышли пожалуйста буклеты. Постараемся. Ольга Заярная из города Азово-Фростовской области интересуется, что делает Минздрав. Ну, Минздрав занимает четкую позицию о том, что нужно как можно меньше употреблять людям алкоголем. Ну, помимо того, что Минздрав занимается лечением, профилактической работы в учебных организациях и так далее, среди государственных ведомств он занимает наиболее человеколюбивую, человека защитническую позицию. Я вас уверяю, если бы Минздрав сегодня не работал, у нас бы алкоголь продавался бы по-прежнему везде. В любых количествах и с любого возраста. И ситуация была бы гораздо хуже. Минздрав на сегодня занимает по алкоголю очень последовательную позицию, в отличие от других органов власти, экономического блока в частности, который часто поддерживает интересы бизнесменов, торгующего алкоголь. Минздрав наших детей нас с вами во многом защищает и не дает принимать какие-то законодательные акты, ухудшающие ситуацию. Ольга Кудашева, поселок городского типа Волжский. Я хочу сказать, что эту работу по зависимости может вести человек, который сам не имеет зависимости химической. Он может, во-первых, работать. Если многие православные люди в обществах трезвости сами не имеют зависимости. Но опыт преодоления зависимости есть у каждого православного человека. Аскетика, пост и так далее помогают преодолевать духовные зависимости, очень большой поддержкой для зависимого человека является отказ от употребления алкоголя людьми, не имеющими зависимость. Что хочет видеть человек, который бросает употребление алкоголя? Часто очень, что хочет? Он хочет стать нормальным. Что значит в нашем время стать нормальным? Это быть как все. А что значит быть как все? Это значит пить как все, время от времени, на праздник, на Новый год и так далее. И вот когда зависимый человек встречается с православным трезвенником, не имеющим алкогольной зависимости, и говорит, а ты что не пьешь? А я не пью, потому что я поддерживаю своим примером своих детей, близких, родственников своих. И я нормальный человек, я могу жить трезво. А алкоголик, он хочет быть нормальным, он хочет пить как все. И вот встречаясь с людьми нормальными, не имеющими зависимость, которые вообще не пьют, это большое профилактическое значение имеет и вызывает большое уважение у людей зависимых. И это тоже фактор доверия. То есть гораздо хуже, если помощью зависимым занимается человек, не имеющий зависимостью и употребляющий алкоголь. На мой взгляд, это хуже, потому что, во-первых, тот же фактор остается, вот ты меня не понимаешь, и вот нет этого фактора, который сближает, что человек пожертвовал чем-то, отказался от удовольствия употребления алкоголя ради ближнего. Об этом пишет и концепция, о которой мы сегодня говорили русского православного церкви, о том, что хорошо, когда священнослужители и миряне, которые занимаются помощью, откажутся от удовольствия употребления алкоголя. Спасибо за вопрос, Ольга. Ольга из Барселоны. В Испании норма является бокал вина за каждым обедом. Каждую субботу они выходят выпивать. Что можно предложить, какая альтернатива вместо таких норм? Ну, вы знаете, все-таки в нашей стране немножко другая ситуация отношения к алкоголю. Наверное, все-таки алкоголизм более распространен в России, чем в Испании. Наверное, все-таки немножко там поменьше выпивает. И социальная ситуация не так плоха. И из вашего вопроса... Ну, личный пример можно предложить. Если вы живете трезво, можно надеяться на то, что ваши дети будут жить трезво. Валентина Пихтовникова по поводу православной церкви для реабилитации алкоголизависимости в Омске или Омской области. Ну, попозже мы тогда посмотрим, вам информацию сообщим. Валентина Екатеринбург по поводу понятия женской реабилитации. Ну, понятие женской реабилитации — это особые условия для женщин в отдельности от мужчин. Ну, есть в Русско-Православной церкви несколько центров, которые помогают женщинам. Это проекты в Калининграде, в Ленинградской области, в Калининградской. И есть проекты смешанные, центры, где есть и мужчины, и женщины, в Тверской области, например. В других регионах есть такая информация. Почему их так мало? Хороший вопрос. Их очень трудно организовывать. Во-первых, мало женщин, желающих идти на реабилитацию. И женский центр, ему очень трудно себя содержать. Там нужно много работать и так далее. Может быть, все-таки женщин алкоголичек не так много, как мужчин. Все-таки их меньше. Это хорошо, конечно. Ну, вот такие причины, я думаю. Спасибо. Все, мне кажется, мы ответили на все вопросы. Большое спасибо, дорогие друзья, за то, что вы были с нами. Надеюсь, что мы с вами еще будем встречаться, общаться и в очном режиме, в рамках рождественских чтений наших различных секций. Вас приглашаем, будем рады видеть. Постараемся на все ваши заявки ответить и все материалы вам высадить. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok